я переехала в новый дом пять лет назад в последние два года начали происходить странные вещи все началось в октябре 2004 года я услышала странные шаги но не обратила внимание думая что этому есть объяснение мой 16-летний сын майкл спал в спальне внизу а его маленькая сестра и я спим в спальне наверху однажды утром я проснулась и увидела майкла который спал на полу моей спальне он сказал что услышал странный шум в своей комнате и вскоре увидел движущиеся тени по всем стенам после того как штекер вылетел из розетки он испугался и убежал из своей комнаты я решила что дело в неисправной электропроводке через год я познакомилась майком и он переехал ко мне сначала майк не мог спать при шуме кто-то ходил по лестнице вверх и вниз он всегда ходил проверять но там ничего и никого не было он всегда спрашивал вы слышали что-то я кивала я просто привыкла слушать их четыре месяца назад майк сидел за компьютером у двери спальне майкла и внезапно вскочил от боли на животе он поднял рубашку и обнаружил глубокую царапину на животе рядом не было острых вещей и нет возможных объяснений царапине я также видела тени краем глаза но когда оборачивалась ничего не было видно две недели назад мы лежали в постели смотря телевизор я лежала в открытой двери и увидела тень которая двигалась в комнату моей дочери майк вскочил и сказал мне что видел его слишком хорошо я очень испугалась тогда мы забрали дочь к нам в спальню вскоре все забылось но два дня назад майк сидел за компьютером на столе стояла стопка бумаги и внезапно бумагу бросили ему в лицо повредив правый глаз он был помещен в больницу и находился в состоянии сильного стресса он не может объяснить как бумага ударила его глаз он просто сидел и работал на компьютере сначала я думала это просто какой-то озорной призрак но теперь я начинаю очень беспокоиться после этого нападения на майкла это уже не озорной призрак а злой интересно это тень которая всегда была со мной которую я всегда видела краем глаза или это то что было уже в этом доме мой сын выбежал крича из ванны и говоря что он видел в зеркале кровавое лицо завернутое в грязную ткань он покончил с собой в прошлую пятницу и мы все опустошены и это не передать словами он оставил пресмертную записку записки была фраза я сфотографировал его мама в камере была эта фотография